всем доброго времени суток меня зовут дима последний год я активно учусь рисовать точнее сказать активно пытаюсь учиться рисовать некоторая база у меня есть но знания и навыки существуют разрозненно на мой взгляд отсутствие системы имеющихся знаний и плана на обучение сильно стопорят процесс поэтому весь год смотря видео уроки читая различные статьи в сети я продолжал искать систему благодаря которой можно было бы обозначить свое положение и определить точку который двигаться сейчас я начал изучать различную литературу по академическому рисунку и живописи и ко мне попало пособие 1963 года издания для самостоятельного обучения изобразительному искусству в пособии представлена четкая программа рассчитанная на четыре года конечно четыре года я учиться по ней не буду но пройтись по заданиям и лекциям очень интересно плюс ко всему думаю это может быть полезно для людей не имеющих представления с какой стороны подойти к своему обучению здесь не будут приводиться материалы из книги дабы не нарушать авторских прав издательства в роликах будут представлен результат изучения и закрепления знаний вообще в этой затеи есть корыстный мотив так как именно формируя каждый пункт и раздел в отдельную лекцию конспектируя разворачивая и дополняя ее материалами я планирую все как следует усвоить чего в принципе и вам желаю очевидно я не претендую называться в данном контексте преподавателем или браться кого-то учить это скорее некий блок моем обучении который как я счел может быть полезен кому-то еще думаю можно перейти к краткому обзору того что нас ждет впереди собственно объектами изучения станут натюрморт интерьер пейзаж изображение человека сюжетная композиция и есть еще один пункт это декоративно-оформительные работы но меня он интересует в меньшей степени и поэтому решение по поводу этого пункта будем смотреть по ходу далее встает важный вопрос о методике изучения то есть как и здесь есть также несколько пунктов первый пункт гласит о том что рисовать нам нужно минимум 10 часов в неделю это является такой самой нижней планкой от которой нам нужно отталкиваться далее мы должны будем выполнять задание параллельно то есть изучать и рисунок и живопись и композицию и вопросы цветоведения но так как разбор будет идти по ходу поэтому изучение такое вот комплексное наверное можно будет применить уже потом после записи всего материала следующий пункт является очень важным это отсутствие длительных перерывов в процессе обучения и рисование ежедневных набросков на сегодня это все в следующем видео рассмотрим общие вопросы касательно обучение спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал всем добра